Иркутская интеллигенция В последние годы была направлена на тотальное уничтожение не только рядовой деревянной архитектуры, но и памятников под разными предлогами. Территория исторического центра города Иркутска рассматривалась прежде всего как резерв под новое строительство. И я думаю интеллигенция еще многие годы могла бы вопить по поводу ценности исторической среды, но в июне 2009 года губернатор Иркутской области Дмитрий Федорович Мезенцев явил государственную волю, сказав о том, что в 350-летиях должен быть реализован образец, пример того, каким образом может быть сохранена историческая застройка города Иркутска. Была провозглашена идея комплексной регенерации одного из кварталов, выбор был на квартал 130, и мы группа архитекторов, которые выступили, участниками такого внутреннего конкурса и взялись за разработку этого проекта, и тут же столкнулись с гигантским количеством проблем. Проблемы Иркутска и его исторической части вообще типичны для многих городов России. Историческая застройка деревянной никому не нужна, никому. Жильцы там жить не хотят, потому что советская власть превратила это в усадебное по большей части. Тотально усадебные, по большей части благоустроенные еще до революции жилье в коммунальные квартиры, которые тут же пришли в негодность, утратив хозяина. Поэтому сегодня это трущобы в полном смысле этого слова без воды и канализации, и жизнь там абсолютно невыносимая, и поэтому жильцы всеми сильно стараются их покинуть. Органы охраны по предоставленным правам и обязанностям попечительствуют только по незначительному количеству объектов, которые являются памятниками федерального значения. Кромный бизнес заинтересован исключительно в сносе, потому что ему нужна территория под строительством многоэтажного многоквартирного жилья или каких-то общественных зданий, которые могут быть проданы. Бизнес это бизнес. Для него прибыль является главной целью. Мелкий бизнес тоже не заинтересован в этих домах, потому что структура деревянного дома, его масштаб, его конструкции не позволяют разместиться в нем подавляющему большинству современных функций. Поэтому основная проблема, с которой мы столкнулись, состояла в том, чтобы, это громко сказано, но по сути дела это так, родить субъекта, который был бы заинтересован в сохранении, регенерации, восстановлении, вкладывании денег, возрождении исторической расстройки. Этот субъект многосложный, он состоит из четырех позиционеров. Первый – это федеральная власть, за деньги которой осуществляется расселение ветхого жилья. Эти программы существуют, надо просто грамотно и точными воспользоваться. Это местная власть, это муниципалитет, который, опять же, обязан осуществлять комплексное инженерное оборудование территории, домоустройство и так далее. Это крупный бизнес и мелкий бизнес. С ними было больше проблем, потому что, как я уже сказал, деревянная застройка не приспособлена к размещению многих современных функций, не представляет интереса для мелкого бизнеса. Поэтому было принято решение под существующими деревянными зданиями сформировать цокольный этаж, который позволил разместить современные функции, и который бы сделал инвестиционно привлекательным вот эту деревянную историческую часть. Для того, чтобы обеспечивать инженерным обеспечением, освещением, благоустройством, населением и так далее, общественные пространства, которые, я дальше об этом скажу, были оставлены в этом квартале, мы использовали значительный перепад рельефов, достигая 15 метров, для того, чтобы сформировать многоярусное, многофункциональное пространство, в котором размещались бы общественные туалеты, пункт милиции, локальная торговля, диспетчерские технические службы, парковка, потому что в городе огромный дефицит площадей под парковку, а мы понимали, что это место станет привлекательным, потому что включено нами в систему пешеходно-туристических маршрутов, соединяющих Иерусалимский храм, Крестово-Двизинскую церковь, площадь перед музыкальным театром, и дальше с выходом на набережную, к спорту, к культуре и отдыху. Поэтому это парковочные подземные, две парковки, в общей сложности на 160 мест, всего на этой территории парковочных мест около 300. Бизнес, вкладываясь в это пространство, часть средств опускала на воду с 300 индивидуумов. Мы убеждены, мы авторы проекта, убеждены в том, что ценность Иркутска это не только памятники, и не столько памятники. Это прежде всего та до сих пор еще сохраняющаяся деревянная среда исторического города, где каждый дом, не включенный в список объектов этого или иного значения, все равно представляет гигантскую ценность. И это парадокс. Сегодня в методиках отнесения объектов к ценности, его декор не является ключевой составляющей части. Поэтому получается так, что иркутские постройки, обладающие уникальным декором, которого нет нигде больше в этой стране, это отдельный научный феномен, требующий своего объяснения. Потому что ни в Турске, ни в Новосибирске, ни в Вологде, ни в Ростове-Велико, нигде в других городах нашей страны, где еще остались в значительно худшем состоянии, в значительно меньшем количестве деревянные дома, такого декора нет. Так вот, этот декор не является основным критерем отнесения здания к объектам культурного наследия. Поэтому все эти здания находятся вне закона. Наша идея, наш концепт, наша доктрина состоит в том, что должна сохраняться историческая застройка большими пластами. И в этом смысле мы глубоко приветствуем и поддерживаем инициативу нынешней администрации, о чем сегодня Алексей Александрович сказал, о наложении моратория на строительство, на новое строительство центральной части города. Граница достопримечательного места, только реставрация, реконструкция, восстановление и так далее. Правда, следует заметить, раз уж я поднялся на эту высокую трекуну, что, как всегда, у нас слова остаются словами, а действия, если мы посмотрим за окно, пока происходят своим чередом. В этом смысле хотелось бы, чтобы городская администрация реально осуществила шаги по изменению политики. Не просто декларативные, а на уровне либо законодательства, либо конкретных мер вмешательства в ситуации, по-прежнему продолжающегося исчезновения деревянных зданий. Я старался уложиться в 10 минут и, собственно, и выложил основные идеи, специально оставив 2 минуты, но нужно все-таки ответить на ваши вопросы. Есть вопросы? Пожалуйста. В деревянных домах люди хотят жить потому, в первую очередь, что нет бытовых удобств. Дома старые, в туалетах во дворе, там же помойка двора не заасфальтирована. Если эти дома привести в порядок, отремонтировать, привести в отработку, канализацию, асфальт во дворе, долой помойки и сортиры, то совсем другая ситуация. Опыт Томска показывает, что в таких домах люди живут, нормально живут. Мой знакомый, профессор Томского университета, из такого дома не поехал в Кирпичный, например. Вот, к примеру, такие дома есть в Иркутске. Почему этот путь нельзя использовать? Раз. И второй вопрос. Конечно, 130-й квартал хороший, очевидно, он нужен. Как реклама хотя бы не нужна вообще. Но не получится ли так, что за крупных деньги на 130-м квартале все, кинув в него все средства, потом мы бросим заниматься деревянной архитектурой Иркутска? Важнейший вопрос. Оставить уникальные деревянные памятники, просто уникальную деревянную застройку практически по всей территории старого города. В этом случае, действительно, Иркутск придет, получится свою главную архитектурную изюминку. Действительно, кроме Томска, таких, такой деревянной застройки нет больше нигде. Томск, кстати, я видел Томск, я видел, знаю хорошо, Иркутск, Томск, и витей все-таки, но не важно. Деревянные кварталы изюминка Иркутска. Каменная застройка, конечно, интересна, но она есть в любой европейский город приличной. Возьми, Испания, Италия, Франция, там каменная архитектура по-богаче, чем в Иркутске. А вот деревян нет такой нигде. И я считаю, что этот вопрос должен был ходить на федеральный уровень. Если бы наша федеральная власть интересована, чтобы остался бы уникальный город Иркутск, и не замечательный город Иркутск, который ворота на Байкал, то она должна помочь Иркутску в этом плане. Спасибо. В вашем выступлении три содержательные фрагмента. Первый. Это вы повторили мой идеологический призыв, потому что историческая застройка должна быть сохранена. И здесь я горячо с вами солидарен. Второе. Это призыв к федеральной власти. И третье. Это вопрос о деньгах, которые в 130 квартале будут зарыты в землю. Отвечаю по поводу федеральной власти. Забудьте о ней. Федеральной власти глубоко плевать на дела Иркутска. И других городов. Мы с вами можем жалеть, рыдать, но существующее законодательство все право ведения политики на местах передает органам местного самоуправления. Нравится нам это или не нравится. Это сегодняшняя градостроительная, жилищная и муниципальная политика. Поэтому, если вы хотите куда-то и к кому-то взывать, то уж точно не к Путину и не к Медведеву. Взывайте к Гандрашову и взывайте к губернатору Мезенцеву, который, кстати, меньше скидей не имеет отношения к делам Аркутску по закону. И третий вопрос о деньгах, которые будут зарыты в землю. Мы с вами продолжаем существовать в мифологическом пространстве. То есть мы слушаем что-то, что говорят нам в автобусах друзья, читаем какую-то ерунду в газетах. В 130-м квартале нет ни одной копейки федеральных денег. И ни одной копейки муниципальных денег на территории самого квартала. Это деньги собраны из частных инвесторов. Потому что эта территория разделена на лоты, фрагменты земли с элементами недвижимости, которые раскупают разные люди. Там нет денег федеральных. Или вы пожалели деньги своего соседа, которые будут туда зароют, не надо их жалеть. Там нет федеральных денег и там нет местного финансирования. Это деньги собраны из крупного, частного бизнеса тех людей, фирм и организаций, которые пожелали стать собственниками земли и недвижимости. Спасибо.